55 лет исполняется в этом году российским студотрядом. Поздравил со знаменательной датой присутствующих Алексей Цитенов, в ответ получив подарок в бойцовку. Алексей Самбулович, теперь вы официально в наших рядах. Бурные аплодисменты! Боец готов! Жду разварядку на работу. Затем высокие гости и студенты в честь открытия юбилейного летнего трудового семестра торжественно перерезали ленту. А дальше пошли песни и танцы. Мы здесь не ради денег, здесь у нас одна идея. Пройдут года, забудутся награды, но не забудем о репетику отряда. Торжественная часть была завершена общей фотографией, и все дружно отправились трудиться. Главу Бурятии тоже не оставили без работы и вручили кисть и краски. Алексей Цитенов, процитировав фразу Тома Сойера о том, что не каждому мальчику доверят красить забор, приступил к делу попутно, рассказав, насколько важно и нужно студоотрядовское движение. Любой труд во благо. И все, что они делают, это нужно обществу, нужно людям, нужно стране. И при этом они еще зарабатывают, набираются опыта, профессионального мастерства. Поэтому тут все хорошо. Не отвлекаясь от покраски, Алексей Цитенов ответил и на наши вопросы. А вы, Алексей Самбыч, были студоотрядовцем? Скажите, пожалуйста. Был в студоотряде, был проводником пассажирских вагонов, проводником ездил в поезде Чита Москва. На просьбу рассказать какую-нибудь интересную историю глава отшутился, что историй занимательных было много, но вот рассказать нечего. Мы же пообщались с бойцами, они поделились своими впечатлениями о сегодняшнем для них празднике. Сегодня у нас экологическая акция, называется она «Труд-крут». Собралось очень много народу, все заряжены, все уже работают, все рады, что приехал глава. Очень эмоциональное мероприятие. Студенческий отряд для меня – это целая семья, и я считаю, что это мне в жизни пригодится, потому что в студенческом отряде я нашла настоящих друзей, я нашла для себя братьев и сестер, поэтому я считаю, что я желаю каждому человеку понять, кто такой боец, и прочувствовать всю атмосферу студенческого отряда. Дмитрий Гомбоев, новости дня, Заиграевский район.